Два новых российских автомобиля «Лада Веста» прибыли на работу в столицу Нейнского округа на барже. Пройдя от Септывкар до места назначения, машины показали себя с лучшей стороны. Машина новая. Думаю, наши условия выдержат вполне. Автомобили закуплены по инициативе секретаря Одинсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчакай станут отличным подспорьем в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это маленькая толика того внимания, которое мы выделяем тем врачам и медперсоналу, которые в это сложное время борются с пандемией. Один автомобиль передан Нейнской окружной больнице. По словам главврача медицинского учреждения, потребности в новой технике есть. Автомобиль будет задействован в взрослой поликлинике, в участковой службе, непосредственно на участковую службу, врачи, которые ездят по квартирам, осматривают, оказывают помощь для выездных мероприятий медицинских работников. Второй автомобиль передан Центральной районной поликлинике Заполярного района. Он будет задействован в том числе и для выездов медперсонала в Красный и в зимний период в Тельвиску. Машина нам будет нужна. Нужна выезжать и медицинским сёстрам, и врачам. И я думаю, что да, так как и после коронавируса она останется в учреждении, поэтому ещё много пользы нам принесёт для оказания медицинской помощи. После передачи ключей от автомобиля круг к почёту по больничному городку. В одной из машин в Рио губернатора Юрий Бездудный после поездки делится впечатлениями. Автомобиль очень удачный. Отечественный автомобиль. Видите, там нанесено спасибо врачам. И больница, и поликлиника очень нуждаются в этих автомобилях. Опыт проехал. Отличный автомобиль. Мне кажется, нам очень нужны эти автомобили. Поэтому спасибо партии «Единая Россия», спасибо инициативе Андрея Турчака о передаче таких автомобилей во все медицинские учреждения страны. Продолжением торжественного мероприятия стало заседание, в ходе которого в Рио губернатора с руководством обоих лечебных учреждений обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией на нефтяных месторождениях Ненецкого округа. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это в легкой форме.